Дорогие друзья, давно не было таких легких лайв-выпусков, когда мы с вами обсуждали бы какие-то, соответственно, проблемы житейского характера, да, больше прикладной и простой психологии вы у меня просили. И сегодня выпуск именно об этом. Тема нашего выпуска, почему мужчины любят, соответственно, серых мышек. И здесь я не могу все равно не позанудствовать и не ответить вам с точки зрения типологии личности. Дорогие друзья, вы видите, что у меня у самого достаточно логичный склад ума или там характера, как больше нравится. Ну, как вы думаете, если со мной будет истеричка или нарцисска, ну, гипертимка, смогу ли я ее контролировать? Шизоидка будет сидеть, ну, хотя бы дома, да, хотя шизоидки это зачастую не серые мышки. Смогу ли я ее контролировать? Смогу ли я на нее положиться в каких-то делах, на истеричку или гипертимку? Дать ей какое-то задание, там, поставить мне тексты на сайт, попросить, да? Соответственно, смогу ли я надеяться, что она бережет этот очаг? Что она, соответственно, достойна тех вложений, да, эмоциональных и материальных, абсолютно, безусловно, даже вот с позиции себя, как мужчины, абсолютно не представляю, да, другую ситуацию. Для меня, конечно, все же это классические отношения, когда мужчина обеспечивает женщину. Вот, и раз ты тратишь столько, ты вкладываешь в свою жену, ты ее обеспечиваешь необходимым, ты стараешься нарастить свой финансовый капитал, чтобы лучше обеспечивать своих детей и жену. Поэтому, ну, я вижу некий сакральный смысл существования, ну, просто по-другому никак. И детей, конечно, обязательно детей, да, тоже достойное содержание. Вот, и, соответственно, ты всю жизнь ты работаешь только для этого, по сути. Ну, я имею в виду, работаешь вот в плане аккумуляции каких-то большой части финансовых ресурсов. Я понимаю, что есть еще другие цели и задачи, более важные. Но семья – это, безусловно, я думаю, что важный ячейк общества, вы не будете со мной спорить. И как можно понадеяться, если человек обладает гипертимным складом, характером, создавать с ним семью? Очень тяжело. Очень тяжело с нарциссом создавать семью. Очень тяжело с истеричкой. Потому что даже, соответственно, ну, мы говорили, где-то ее не похвалил, где-то она внимание к себе. Опять же, все зациклено на привлечении к себе внимания. Поэтому тяжело будет. Ну, можно пойти на какие-то, если там есть какие-то примеси, какие-то варианты. Но тяжело. Что проще? Проще, конечно же, отношения с тревожной девушкой. Проще с эмотивной девушкой отношения. Они будут достаточно исполнительными. И пускай они будут серыми мышками. Потому что, понимаете, логику ему незачем своей женщиной светить. Если он пошел, неважно, растолстела, она похудела, изначально она была толстой. Если я ее веду в кино, мне пофигу вообще, что кто скажет. В какой-то ситуации я ее должен, конечно, защитить, оградить от этих просто нападок, если они на нее поступают. Но нарциссы всегда найдутся, всегда их нужно уметь им противостоять. Потому что она может быть и красивой, на нее могут напасть. Даже чисто психологически, не обязательно физически. Она может быть и некрасивой, может такое случиться. Поэтому какая хрен разница. Главное, чтобы человек был хороший. Ну и, как правило, конечно, так как они девушки тревожные или эмотивные, они имеют не такой грандиозный внешний вид, как у, соответственно, всеми горячо любимых нарциссок или истеричек, или даже иногда шизоидах. Потому что шизоидок, ну, вообще как-то, знаете, такая генетическая детерминированность, что, соответственно, они выглядят очень интересно, так необычно и красиво. Вот, поэтому, соответственно, на мой взгляд, серые мышки, если их переводить по логии личности, тревожных или эмотивных девушек, они весьма заслуживают внимания. И перептоидки бывают, на первый взгляд, серыми мышками, потому что они тоже логики, они заняты какими-то делами, они могут быть несколько даже мужественны. Но, тем не менее, это люди надежные, на них можно положиться, да, соответственно, на гипертинку или на истероидку будет сложнее гораздо надеяться. И придется развивать в ней какие-то качества ответственности. Вот вам мысли о том, почему мужчины выбирают таких женщин. Нарцисс выбирает таких женщин, потому что они легкие жертвы, и перептоид, потому что на них легче положиться, да, и, соответственно, параноявно, они тоже самое, потому что они будут поддерживать мужчину, да, что не смогут сделать другие женщины. Ну, в том смысле поддерживать очага, там, и классических представлений, как женщина поддерживает мужчине, как в той фразе, когда она подает патроны, и они против всего мира, да. Но, конечно, нарцисс этим плод просто злоупотребляет, просто злоупотребляет безумно и растрачивает хороших людей, так скажем, уничтожает хороших людей, высасывая из них, не давая ничего взамен, вот так вот скажем. То есть, что-то забирая, но не давая ничего взамен, поэтому ресурс человека рано или поздно заканчивается, начинаются депрессии, расстройства и так далее. Вот, дорогие друзья, с вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Субтитры сделал DimaTorzok